Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Волжский автозавод на своем официальном сайте запустил онлайн продажу автомобилей, как подчеркивается, по заводским ценам Как отметили пользователи, портал сразу же стал работать с перебоями На первом этапе к покупке предложено только Лада Гранта в комплектации Стандарт, либо в комплектации Драйв Эктив Обязательное условие – небольшая предоплата и оформление кредита Получить машину можно непосредственно в Тольятти в одном из трех дилерских центров Трасса 101 В октябре в России появится еще один китайский автомобильный бренд Хаима Он будет представлен кроссовером 8С по цене от 3 миллионов 200 тысяч рублей И семиместным минивэном 7Х с начальным ценником 3 миллиона 600 тысяч Обе модели оснащаются 195-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра Он работает в паре с шестидиапазонным автоматом, привод только передний Автомобили Хаима официально продавались у нас с 2011 по 2016 годы Трасса 101 В октябре в России начнутся продажи седана Levan S6 Pro Стоимость автомобиля, относящегося к D-классу, и комплектации пока неизвестны В Поднебесной машина оснащается полуторалитровым бензиновым мотором Мощностью 138 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач Производитель надеется, что модель будет востребована в такси и каршеринге Сейчас марка Levan представлена у нас с компактным кроссовером X3 Pro Стоимостью от 1 миллиона 700 тысяч рублей Трасса 101 За 8 месяцев этого года наши соотечественники приобрели 7 тысяч новых электромобилей Это почти в 4,5 раза больше, чем за тот же период 2022 Доля электричек в общем объеме продаж авто без пробега перешагнула маленькую, но планку в 1% В перечень наиболее популярных марок электрокаров входят Volkswagen, Evalut, Zikr, Tesla и Hunzi По мнению экспертов, места в списке будут постоянно меняться На этом все, подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok